И у меня один вопрос еще. Я не хотел вас перебивать, разбивать в смысле. Вот вы сказали, что организации, где все держится на лидере, это... Низкий уровень управления, да. Да. И это в сторону немножко от сериала. Вот неоднократно было сказано, что в разведопросах, что после смерти Сталина тоже все пошло, стало разваливаться. Это тоже, получается, свидетельствует о том, что было плохо все это налажено? Ну, в любой вещи есть стороны, как положительные, так и отрицательные. Применительно к нашим людям, которые говорят, как у Иосифа Виссарионовича все было прекрасно организовано, это правда. Вопрос один. А как пришел к власти такой дебил, как Хрущев? Как так получилось? То есть, системы, смены нет на такого же достойного. А при этом плюс... Это ты все время будешь видеть, что человек мощных качеств, как товарищ Сталин, он вокруг себя, так сказать, выжигает поляну. Там никого рядом даже образоваться не может, так сказать, такого же уровня. Потому, что он с точки зрения работы с кадрами подбирает людей, которые могут его, так сказать, мысли воплощать. Тут мы уже не про Сталина, а вообще. Вот он вождь, и вокруг себя собирают людей, которые ему помогают. А вождей среди них нет, как правило. Они разной степени талантливости исполнители. Возможно, гениальные исполнители. Но они не вожди. Вот под все крики про страшного Берия. Какой он жуткий был. Берия – это матерый оперативник, кстати, о птичках. Но вся его матерость закончилась, когда его взяли, тупо арестовали и в подвале застрелили. А как так получилось? Ну, наверное, какие-то не такие в тебе качества были. Качества для того, чтобы построить атомную бомбу, были. А для того, чтобы с тварями-интриганами биться, типа Хрущев, это тебе либо неинтересно было, либо ты это не оттачивал. И получилось, как получилось. Увы. Но государство – это все-таки не банда, а товарищ Сталин никакой не диктатор. В общем-то, это неправильно. Он не диктатор. Диктатором никогда не был и к этому не стремился. Ну, да. Ряд, так сказать, схожих черт, естественно, есть. Если вождь, то вот так. Он один все время. И если его убить, как спасение рядового района, поставьте Гитлера в 100 метрах. Война закончена. И это действительно так. Потому, что попытки убить Гитлера и убить Сталина предпринимались самые серьезнейшие. Точно так же, как сейчас, обратите внимание. Американские бизнесмены в начале СВО без затей говорили. Это все из-за одного человека. Надо убить президента Путина. Конфликт закончен. Это люди с самого верха американской демократии подобное заявляют. Бакрытые. Да. Говорит такое. Это, конечно, бальзам на душу. Посмотрите. Наконец-то твари раскрылись. С другой стороны, они правы. Если убить самого главного, будет очень плохо. Просто хотя бы потому, оно же примитивное, что хочешь ты, не хочешь. Точно так же, как внутри ВКПБ, эта всероссийская коммунистическая партия большевиков, были разнообразные группировки. Они все закоммунижены, безусловно. Но у всех несколько иной угол зрения на то, что происходит. И, соответственно, у каждого условно своя программа. Вот в нашей группировке мы хотим вот этого, а мы хотим немножко другого. И поскольку все это происходит под коммунистическими лозунгами, едиными, то со стороны не очень понятно, что же там происходит. Вот чик. Вождь скончался. Может, помогли. Тоже непонятно. Вождь скончался. И все группировки оживились. И они будут друг друга душить точно по таким же социальным законам, как в какой-нибудь ОПГ. И кто-то победит. А побеждает, как правило, не тот, кто умеет руководить какими-то процессами политическими, производственными, экономическими, неважно. Нет. Эти не победят. Победит интриган. Тот, кто ловко умеет карабкаться по карьерной лестнице. Вот эти вот победят. Ну, а к чему они страну приведут? Ну, на примере дурака Хрущева отлично было видно. Вот здесь вот строили, строили. Войну победили против объединенной Европы. А этот идиот все спустил в унитаз. Вот как-то так. А как сочетать в себе внутри быть и коммунистом, и интриганом? Это уже пламенный вопрос. Это уже коучер пошел. Ну, как? Вот такой человек. Это всегда так. Это не важно, где происходит. Если посмотришь на какую-нибудь условно академию наук, там ровно то же самое. Люди, которые карабкаются по карьерной лестнице, это не великие ученые, как правило. Бывают. Но, как правило, нет. Карьерные устремления – это одни, так сказать, компетенции, а работа в науке – это другие. И людям, которые заняты исследованиями, ну, блин, вы еще меня тут по собраниям таскать будете. Зачем мне это надо? А тут наоборот. Нет, я просто про то, что если в случае с учеными его там хорошо варящая голова, она может ему помочь и в интригах. А тут, если человек коммунист, это же затрагивает тоже этический вопрос. Должен ли коммунист платить со взяток партийные взносы? Если честный, то должен. Как тут так?